Одно из подразделений Симферопольской администрации на бульваре Франко. Поток посетителей не иссякает. В эти дни многие прямо с порога узнают новость. Теперь для входящих действуют распоряжения. Нужно предъявить документы. Так ли это, узнаем из первых уст. Я зашла, у меня спросили фамилию и в какой кабинет. Я сказала и прошла свободно. Ничего не потребовалось. Сказали вы куда и скажите фамилию. И все, документы не требовали. Так может распоряжение от администрации Симферополя лишь выдумки охраны? Рассказать истинное положение дел к нам вышел инженер по обслуживанию зданий. Первым он показал документ из 12 страниц. И добавил, это важное распоряжение теперь поможет защитить здания и сотрудников от хулиганов и террористов. Заодно снизит процент краж казенного имущества как посторонними, так и сотрудниками. Охрана будет тщательно проверять все, что вносят или выносят из здания. И который некоторый раз бывает просто так приходит, болтается или кому-то нахамит. Вот есть такие очень случаи много. Говорят, пришел какой-то, испортил весь рабочий день. А что такое? Ну вот пришел полдесятого, мне здесь неадекватный человек. И начал стучаться в дверь и доказывать, что ты такая, кто ты здесь сидишь, ничего не делаешь. Ну стараемся как-то обезопасить. Еще власти рассчитывают, что жесткий пропускной режим ликвидируют сутолоку в коридорах и кабинетах. На наш вопрос, почему же документы спрашивают не у всех, инженер ответил. Бабушке, например, 95 лет, но я ей верю на слово, я не буду, чтобы она пока из своих сумочек что-то достала или нашла. Мы им верим на слово. Но и также следим за людьми, которые что-то вносят с собой, что-то приносят. Таких людей немножко отводим в сторону, или которые есть такие по-хамски, чего я тебе должен показывать. Ну что этому человеку скажешь? А кто ты такой? К слову, пенсионеры в этих учреждениях во все времена самые многочисленные посетители. Тогда вопрос, куда же денутся очереди? Выходит, что тех, кому спешить некуда, пропускают бесконтрольно, а рабочий люд как раз нередко задерживают для дополнительной проверки. На всех законных основаниях пришла женщина, вот ее паспорт. Когда спросили, потребовали, она, пожалуйста, предъявила, у нее все с собой есть. Я сюда его с собой нашу. Как законный россиянин человек с собой носит. В целом, как признают сотрудники охраны, нововведение добавило им мороки. Регистрация по всем правилам занимает теперь больше времени, а посетителей за день проходит чуть ли не тысячи. К тому же, в случае, если человек вырвется и побежит в здание, насильно остановить его может только полиция или турникет. Но на входе его нет. Еще один адрес, по которому мы решили проверить, как работает новый пропускной режим, утвержденный администрацией, ее подразделение по проспекту Кирова. Тут поток страждущих невелик. Значит, по логике, больше времени, чтобы выполнять распоряжение по всей строгости. Но картина все та же. Прошел и все. Спросили, куда, и прошла. Здешнего охранника бумаги и вовсе не беспокоят. Происходящее он называет переходным периодом. Удостоверение не спрашиваем. Паспорта тоже. Пока идет доверие. Вы отмечаете, что я выхожу? Всего доброго. Вот вы как видите, мы даже не отмечаем наших граждан. Все на доверии. Как говорит Артур Абитов, повышенную бдительность он включает только в одном случае. В основном это мужчины. Они вызывают у нас подозрения. Бывает, да. Спрашиваем дополнительно, если при них есть сумочки. Сумочки проверяем, да. Естественно, при понятых, чтобы все было официально. В охране добавляют. Не исключено, что скоро распоряжение будет соблюдаться жестче. И тогда проверки не избежать даже сотрудникам администрации. Светлана Квитко, Николай Гришко, Служба новостей и ТВ.